Музыка Музыка Вот я снова вот сюда вот ставлю И видите, изменилась вариация Значит, практически в этой коробке смоделировано вещество, которое обладает свойствами живой материи Это как, в общем-то, имитация модели живой клетки Я у этой, в общем, модельной живой клетки изучаю и, в общем-то говоря, нахожу связь ее реакции с тем окружением, с которым она входит в контакт Какой уровень задач может решаться вообще по отношению, скажем, к произведениям живописи? Значит, по живописи, во-первых, можно сказать, какой уровень старения кристаллической решетки, какой химическими свойствами обладает Вот эта картина создает более благотворное, как бы, излучение Вот, когда горит вот этот сигнализатор, он как раз соответствует тому, так сказать, условию, которое необходимо для человека То есть, вот, от этой картины вы можете подкачаться, как бы, понимаете Она создает стационарный, нормальный термодинамический фон Во время как эта картина угнетающая действия, но эта угнетающая, но с совершенно другой частотой, чем вот эта вот картина, понимаете? Интересно А это, да, это очень чистый и очень, в общем-то говоря, активный, в лечебном смысле, как бы, более совместимый картин Очень интересно Геннадий Александрович, я понимаю, конечно, что, так сказать, в наших условиях это все достаточно сложно, наверное, сделать Но вот у нас есть к вам такой вопрос, такой оперативного свойства Ведь вот перед нами стоят три вещи, принадлежащие русскому музею, происходящие из его основного собрания У нас есть такое суровое подозрение, что одна из этих вещей не то, за что себя выдает То есть, скорее всего, это даже, ну, просто либо фальшивка, вот, либо подделка более позднего времени Либо одновременная вещь, но как-то перерывшая какие-то потрясения Вот в этом смысле, как-то вы можете быть нам полезными? Да, в общем-то, нужно сделать экспертную запись излучения этой вещи И потом надо сделать экспертную запись эталоном Значит, я делаю анализ, вот, скажем, этой эталонной какой-то вещи А далее делаю анализ вот этой вещи Он дает возможность сказать, что если в этом портрете сохраняется, ну, как бы на генетическом уровне дух мастера Ну, энергетический заряд Энергетический заряд, там микроструктура И этот заряд обладает вот такими-то свойствами То он абсолютно, скажем, вот в этой вещи Это здесь есть вот вещи, понимаете, они по разной степени, разная градация, что ли, их приближение к подлинности Поэтому хотелось бы, если это возможно, как-то вот одновременно анализировать все три Ну, чтобы не быть голословным, я сейчас подключаю прибор, и вы посмотрите Очень хорошо, очень интересно, все зачем нужно Чистота зажигания Да-да-да И некие пропуски То есть, если бы мы писали на самопис, вы бы увидели, что здесь какой-то количестве потери А потом пропус А если мы переставим прибор? Теперь я переставлю вот этот прибор, скажем, вот этот Ну, кстати, у меня такое ощущение визуальное, что они довольно близки Они близки, да Вот в данном случае, да Близки А если мы переставим прибор к этому, скажем, произведению? Они действительно близки, да По частоте колебания Хотя здесь пропусков больше, то есть А это совершенно разное Разное, да Да-да-да И это в другой режиме Тут, как же, периодически Появляется изменение спектра Ну, во всяком случае, и факт мигания совершенно другой Ну, а если тогда еще вот к следующему, к глянчу Да-да-да Это да Ну, это другой Совершенно другие характеристики Совершенно другие характеристики Совершенно другие характеристики Так что, если мы принимаем в качестве эталона этот образец То мы уже предварительно можем сделать заключение Что вот тот образец не обладает вот этими свойствами Более того, этот отличен от этого Да, этот несколько отличен Несколько отличен Но все равно и этот портрет Он уже имеет, ну, несколько другую текстуру Могу рассказать со всей определенностью Это несомненно, это ломанная вещь Эта вещь вполне может быть копией, кругом, так сказать, и так далее А вот эта вещь? Это по нашим данным А это несомненная фальшивка, у меня извините Это, так сказать, вещь, которая, скорее всего Да-да-да-да И очень неорганизованная Да-да-да Очень неорганизованная Такой устойчивого, так сказать, устойчивого зафиксированной Творческой энергии здесь То есть этот портрет не содержит тех элементов духа, который является Совершенно верно То есть человек был озабочен в большой мере исключительно формой, да И проблемой, так сказать, формального воспроизведения Произведения искусства, они чем важны? Вы понимаете, это очень сложный организм Можно сказать, биополе, биоэнергия А проще говоря, живая энергетическая какая-то субтанция Которая, она просто материализуется художником Он как бы ее фиксирует То, что когда зритель затем соприкасается, допустим, с полотном То он получает всю эту информацию, всю полноту этой информации И вот все эти части, все это живая, как бы, энергия Она начинает, если зритель открыт, она начинает в него входить Существует очень важный момент Как только мы вошли в это поле, оно начинает нас захватывать И начинает гармонизировать все наши отношения Мы уже начинаем быть частью того, что там существует И когда мы выходим оттуда, мы выходим именно исцеленными тогда, когда это в нас входит Вы понимаете, все эти энергии, все эти мысли Они вошли тогда в нас, когда человек максимально открылся Когда он открыл всего себя, все свои окна и двери, чтобы соединиться с этим Тогда затрагиваются все меридианы, все структуры Человек открывается Но как это происходит, знает об этом только один Бог Искусство действительно универсальнейшая вещь И через нее можно, через искусство влить в человека Инвальтацию сделать любой совершенно энергии От самой темной до самой светлой Говорят искры божьи, да Есть, когда сам автор, сам творец не понимает, откуда у него все это взялось Он не может потом рассказать, почему он сочинял эту мелодию Или почему он сочинял именно такое вот стихотворение И в данном случае, вы говорите, что происходит с психикой Сам автор не понимает, что происходит с его психикой И это область тайны Какими механизмами вызываются у нас эмоции Почему именно такие, а не иные эмоции Это не можем понять Вот берем консонансное звучание мажора Это еще не уверенности Так сказать, такой праздности И веселости Как сказать, веселости, да А если мы возьмем Это грусть Это печаль Это что-то похоронное сразу возникает Мы изменили всего только одну ноту В середине этого трезвучия А сразу, мгновенно изменилась его окраска Почему? Почему именно так откликается человеческая душа, психика На такое, казалось бы, не очень значительное изменение Но это опять же к области тайны Мы сейчас рассуждаем, касаемся тайны Друзья, в наш век высокой насыщенности электрическими приборами Нашим клеточкам не хватает энергии магнитного поля Когда мы подносим этот прибор к живым цветам Вы видите индикации Зажигаются лампочки Они сигнализируют о том, что действительно имеется активное излучение от этих живых цветов Мы подносим этот прибор к картинам Испектом может создаваться свидетельствующий о том, что ритмы этой картины имеют отличный характер от другой картины Поэтому каждый человек может подойти к тому или иному произведению И для себя установить именно тот объект, ту картину Которая создает ему полную гармонизацию его ритму Мы имеем возможность предоставить вам возможность поконтактировать с этой живописью Которая даст активное воздействие на ваш организм, на вашу психику Которая даст активное воздействие на вашу психику Которая даст активное воздействие на вашу психику КОНЕЦ КОНЕЦ Сотрудники музея, бывает, остаются с этим домом один на один. Это бывает в те дни, когда здесь нет посетителей. А еще в доме была длительная реставрация, когда его порога не переступали посторонние. И вот тогда рождается удивительное чувство сопричастности, что ли, с чеховским временем. Кажется, что дом хранен дыхание писателя, скрип его пера, звук его живых шагов. Наверное, это возникает и от того, что каждый день неизменно человек вступает в живой контакт с предметами, которые очень долго служили своему хозяину, и с каждым из которых связана своя история, связан какой-то кусочек биографии Чехова. Даже не обязательно самого Чехова той жизни, того удивительного, непохожего на наше время. Часто говорят, что здесь, после визита в Чеховский дом, наступает особое чувство духовного очищения, что ли, духовного сродства с тем временем, что вещи, как бы хранят душу хозяина. Во многих музеях хранятся ценнейшие реликвии великих людей, которыми общались в своей жизни. Мы анализируем различные участки пространства, на которые воздействует излучение духа, хранящегося в структуре материи, в кожаных складках, пальто Антона Павловича Чехова. Сейчас мы находимся примерно на уровне, соответствующий сердечному органу. Здесь мы сместились на уровень, соответствующий правому лёгкому. Далее, перемещая прибор, мы где-то в районе солнечного сплетения, отмечаем постепенное уменьшение частоты. Это свидетельство о том, что пальто в себе объективно содержит определённый активный источник излучения, исследуя которые мы для музея можем выполнить некоторые экспертные заключения. КОНЕЦ И однажды, когда мне пришлось заправлять приборы в верхней комнате, которую в своё время называли «Капитанский мостик» в Марии Павловне, это действительно похоже на «Капитанскую рубку», там очень сильно слышен ветер, но дом был заперт и пуст. И вдруг мне показалось, что кто-то поднимается наверх, спокойными и, может быть, даже несколько усталыми, неторопливыми шагами. Скрип половиц был столь явственным, что мне стало не по себе. Субтитры создавал DimaTorzok